Всем здравствуйте, товарищи. В этом видео я хочу поведать о субклассах Хэви и как за них играть, а также как от них защищаться. На самом деле, это неплохо разнообразит геймплей за Хэви. Сам Хэви достаточно скучный класс. У него двухкнопочный стиль игры, как у Пайра. Идёшь, стреляешь, ешь бутер, орёшь медик и всё. Нет, я сам люблю играть за Хэви. Это расслабляет, когда ты один выносишь всю команду противника. Кстати, большую часть времени мне пришлось играть на комьюнити-серверах. Боты захватили казуал. Утром в... В России просто не получается поиграть в казуале. Всё, в ботах. На, начинаем! Хуви. Этот субкласс получил такое название из-за того, что они добрые и милые, в отличие от Хэви Трайхарда. Они очень добрые, дадут вам бутер или банан, даже если вы их ударите. Ни в коем случае не советую этого делать. Ряд может находиться пай-бро, который вас покарает, или другой фрэнли. Хуви часто держатся вместе с Тайми. Их можно часто встретить со спай-крабами. Чтобы за него поиграть, вам нужно отключить агрессию себе, взять любой бутер, одеть праздничный удар или стальные кулаки, одеть гиббус или шапку крутого парня, ну или сет-ьети. Теперь просто передвигайтесь на корточках и кидайте всем бутеры. От них не надо защищаться, но если они посчитают вас своим врагом, лучше выйти из сервера. Лол. Второй субкласс. Жирный скаут. Это мой любимый. Это буквально жирный скаут. Они достаточно опасны на близкой дистанции или в узких коридорах туфорта. Часто они носят КГБ, чтобы убить вас критами. Пулеметы почти не используют. Чтобы стать жирным скаутом, вам нужно любой дробовик, преимущественно семейное дело. КГБ для критов дробовика. Можно взять знак, сковороду или ветчину. Добива. Добивать врагов на близкой дистанции с помощью КГБ для критов. Ну, кулаки грозного боксера. На заметку, они часто прячутся за углами и препятствиями. Часто имеют медик с собой. Могут работать в паре с другим жирным скаутом. Можно надеть шортики и водолазку. Защищаться от них не очень сложно, просто бегите зигзагами и отстреливайтесь. Они не поворотливы. Третий субкласс. Джорджо Хэви и Крит Хэви. Они очень похожи, и я их объединил в одну категорию. Единственное отличие это ближний бой. У Джорджо Хэви оружие уведомления в выселении. У Крит Хэви кулаки грозного боксера. Они часто бегут на вас, отключив инстинкт самосохранения. Их достаточно легко убить. Хэви с КГБ будет опаснее, чем свой товарищ. Они едят стейки и летят на вас с мини-критами. КГБ Хэви обитает на картах с комнатами и туннельмиус. И в средневековье. Чтобы ими стать, надо взять стейк, взять кулаки грозного боксера или уведомление в выселении. И бежать на врага, не обращая внимания ни на что. Защита от них проста. Не подходить к ним. Да вот так просто не подходить к ним. Последний субкласс. Х10, Х100, Х1000 Хэви. Это просто. Они используют Томислава в шоколадку. Ну всё. Он вас будет убивать, а вы его нет. Чтобы стать им, вам надо взять шоколадку, взять Томислав, зайти на сервера Х10, Х100, Х1000 и всех убивать. Чтобы их убить, можно взять шпиона. Ну что ж, видео подошло к концу. Ставьте лайки и другие породы собак. Подпишитесь на канал. Не пропустите следующий ролик. Если есть идеи, то пишите в звездкорта, сервера и т.д. Ах да, напоследок. Хочу сказать, не обижайте Фрэнли и берегитесь критов. Интро сделаю к следующему ролику. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok